значит смотри адрес я тебе скидываю твоя цель носит широкую розовую шляпу здравствуйте так и что реально винтовка я не ожидал что он так просто положит всех моих парней но все же как он вычислил черт возьми кто-то явно стал меня окей в канун нового года нас ждет большая работенка а это совсем скоро исходя из того что санчес говорил это около горы трупов мафиози марло бренда я делаю жирную ставку дамы и господа война объявление громкой войны кланов неужели марло бренда добивается того чтобы войну объявил именно санчес таким образом марло не потеряет лояльность среди других лидеров мафиози и у него будет веская причина избавиться от санчеса вау если да если это так то это невероятно умный ход давайте посмотрим как она будет на самом деле а вообще всем привет раи и друзьям я лолошка добро пожаловать в последнюю реальность поехали и снова всем привет раи и друзья я лолошка добро пожаловать в последнюю реальная сезон в котором мы между молотом и наковальней санчес и марло бренда скажу честно исходя из всех предыдущих серий я уже сам начинаю сомневаться что план по внедрению к санчесу действительно задумывался до уровня убей или будешь убит напомню мы так и не разрушили алкогольный бизнес санчеса но при этом дела между опять санчесом и марло бренда идут в не самое мирное русло ощущение такое что в любой момент начнется она война кланов хотя как я понял для марло это даже выгодно потому что у него есть козырь и этот козырь я ну да ладно в любом случае у нас есть более глобальные планы а именно найти второй проводник напомню в предыдущей серии саймон солус непрозрачно нам намекнул история с письмом который мы отправили себе в прошлое еще не закончилась и тут я могу сказать только одно поживем найдем так короче сразу внимание некоторых комментаторов очень активных комментаторов я покормил персика я погладил его за ушком почесал хвостик причесал носик почистил могу даже еще покормить вот так вот я про персика ребята не забываю правда надеюсь эта тема пока что закрыта а еще до этой серии я сдал задание под названием чужой среди своих это то самое задание принести сэндвичи а еще кстати до этой серии я взял задание принести 30 яиц мы это обязательно сделаем но пока что ричард доброе утро надо доброе доброе слушай ло а я тебе вчера что ли не рассказал как прошла моя встреча с родителями нет не рассказывал а это был какой-то кошмар дома был отец и он как обычно обесценивал мои видео будто блин мы снова на острове он был так зол на то что я не успел закончить семестр и из-за этого и не смогу перевестись в местный университет сказал что я должен готовиться к поступлению и представляешь сказал искать настоящую работу настоящую работу потому что потому что блин видите ли видео это несерьезно хорошо что родители хотя бы не знают что я принимал участие в разрушении острова они бы точно не смогли это принять особенно отец мама возможно но вчера она не сказала отцу вообще ни слова когда он критиковал мой блог мама даже не пыталась меня защитить хотя в наших личных разговоров всегда оказывала поддержку называла мои видео искусством я же помню это и ты тоже помнишь ты же тогда слышал это да 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 было такое я понимаю почему она так поступает но это было очень неприятно но к счастью когда мы отошли от темы учебы и работы стало даже получше что ли очень даже неплохо посидели по семейному хотя осадок конечно остался да знаешь это ведь первый раз когда я увидел отца после побега с острова мама говорила что все в порядке но я все равно беспокоился тема работы учебы скорее всего не закрыта придется снова ее поднимать да 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 чё он мне там скажет туда скоро начнет доставать меня с поступлением попытается запретить мне снимать видео но я с ним больше не живу а значит отец ничего не сможет не запретить или принудить меня к чему-то знаешь переезд получается лучшая идея в моей жизни должен был сделать это намного раньше теперь я свободен и делаю чё хочу так ладно давай не будем о плохом не будем о хорошем просто пойдем завтракать то ой блин а есть хочу погнали погнали слушай а сколько раз я видел твоего отца по моему только один раз да ух ты господи персик за кана пришел слушайте да 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 на самом деле я точно помню что мы видели отца ричарда и он был в халате по моему рядом даже сидела как раз мама но это не точно я уже позабыл в любом случае ричард желаю тебе разобраться и даже помириться со своим отцом о а тут у нас полноценный за автор брайн ну я типа правда сожалею что расстроил тебя мне очень жаль прости меня да блин убрай ну ты чё ну чё я могу сделать чтобы все исправить а а знаешь предлагаю тебе больше не поднимать тему автоматонов чё это еще почему а а важно почему я этого хочу я просто прошу тебя этого не делать нетушки нетушки с каких пор тебя так волнует тема автоматонов но как же с тех пор как я познакомилась с одним из них тим чё откуда ты можешь знать кого-то из них это твоя вина да и получается твоя какого черта я просто пришел поесть я ничего не делал понятия не имею о чем ты блин тим да 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 я вижу тебя не начинай я весь вчерашний день с родителями провел если он что-то и сделал то я тут явно ни при чем да но брай вчера тоже здесь не было ну а как это связано со мной ой мальчики блин наша брай вчера на свидание бегала чё да да я точно помню с каким-то другом ложки и ричарда блин тим не могу поверить что ты не заметил брай только о нем и говорила в последние дни вау стоп-стоп брай ты сделал нам что ли а стоп так вы знакомы стоп-стоп брай подожди реально чего дилан блин поверить не могу что дилан нашел девушку раньше меня но неужели он и до этого не врал что с кем-то встречался что ричард серьезно тебя сейчас волнует именно это окей этим а тебе что что-то не нравится что-то да он автоматон блин он не настоящий же человек ты не можешь ему доверять брай ты не можешь это просто сим блин что скажи мне одно ты что мне мама тем более дилан очень милый и обходительный дилан милый обходительный а вот даже ричард говорит дилан твой притворяется нет он такой же как ты или я а ты не видишь дальше своего носа блин ладно все я не голодна дальше завтракайте без меня чао да уж а если ты хотел извиниться тим у тебя этого точно не получится иди в жопу ну понятно ее тоже облучили слыхали ребят блин мне надо быстрее устроиться в джей компани пока это не произошло со всеми нами да 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 тим блин ребят я ничего не поняла это чё такое дилан реальный автоматон а ой погоди а ты не знала ну да и он этого не скрывает нет это очередная теория заговора от тима не втягивай меня в это я ничего не знаю ну да дилан автоматон он это не скрывает в смысле не скрывают так а у вас я не понимаю и как мне сейчас на это реагировать ну как-нибудь блин просто а брайта это вообще устраивает просто ребят автоматоны это же не люди это типа просто роботы с красивым названием не ну не не клево я бы так не сказал они действительно похожи на людей не только внешне но и даже поведением если бы ты поговорила с диланом о ты бы его от человека точно не отличила хотя раньше я думал как и ты вот правда так что познакомьтесь при случае может быть сама решишь не я наверное лучше с брай потом об поговорю когда она успокоится ладно ребят я пожалуй пойду у меня еще косплей давай пока стоп а кому это они посуду оставили мне что ли ты блин 5 работа а кстати реально печеньки пропали я помню тут постоянно лежали печеньки эх и как обычно про меня даже не вспоминают чтобы я почистил посуду ну к чё он будет делать так а ну видимо он просто будет а у реально забрал прикольно на самом деле меня сейчас больше всего удивляет то что мне вообще об этом ни слова не сказал дилан обычно он в каждой жопе затычка каждый раз когда какой-то диалог а ну окей окей все дилан написал привет слушает давай встретимся у твоего дома часов в 11 я обещал тебе рассказать про свой день с брай помнишь почему тебе просто не написать ему про свое свидание я тоже хочу узнать подробности саймон вот именно поэтому я ничего и не собираюсь здесь писать и это было не свидание а не свидание подожди а ты мне хочешь рассказать что-то очень важное жду тебя заодно поговоришь с брай я сейчас занят надеюсь ты расскажешь мне все подробности вашего свидания так ну ладно жду тебя о чем поговорю ты вот знаешь ли она разругалась с тимом из-за тебя и не выходит из комнаты да не знаю не вникал она поругалась с тимом чё из-за меня поругалась суши я наверное напишу ей а окей подожди а ты придешь ну я так понимаю да то есть через полчаса ждать его здесь так на всякий случай проверим других ли тут у нас творческий процесс поговорить с ричардом мы не можем давай на всякий случай мы еще раз покормим персика мы даже его погладим и вы посмотрите он никогда себя таким счастливым еще не чувствовал кана кстати весь день спит это немного странно потому что в это время она обычно с персиком гуляет причем он ну правда ждет кана а с тобой все нормально ладно если что разберемся здесь у нас не можем зайти здесь не можем зайти то же самое с брай которая кстати там и видимо клео которая тоже там блин я ни с кем не могу поговорить серьезно и ладно просто дожидаемся 11 часов уже 1101 и так дилан он в итоге сказал то что будет у дома о да реально идет окей его наверное здесь подожду вообще еще главное не забыть про это задание принести 30 яиц потому что она дает целых 1000 в и она вроде бы простое и дилан привет я так понимаю ты со мной не заговоришь пока ой привет я здесь дай слушай я все-таки написал брай спросил хочет ли она увидеться я же в любом случае сюда шел она сказала что у нее нет настроения куда-то идти предложила просто поболтать когда я подойду мы если что в переписке немного поговорили о том что сказал ей тим его мнение меня конечно не очень волнует а вот ее ее да но знаешь чем мне показалось пока мы переписывались ей как будто стало полегче что ли кажется тимс брай близкие друзья иначе ее так сильно не задели бы его слова да ладно в любом случае я обещал тебе рассказ про нашу сбрай встречу чего бы начать то блин даже не знаю короче пойдем сюда куда а на крыльцо да да присядь окей ну короче я рассказал ей что я автоматон но получил вообще не тот ответ которого ждал прикинь учитывая ее дружбу стимом я ждал что она типа там распсихуется но она отреагировала даже хуже сказала что ей все равно кто я ну ты слышал это вчера как раз под конец нашего с ней разговора я блин попытался отшутиться но вышло не очень для моих целей мне нужно чтобы у нее была хоть какая-то яркая позиция даже не знаю ненависть подошла бы лучше потому что сильную эмоцию можно изменить на другую сильную эмоцию но она отреагировала совсем не так как я ожидал подожди ты сейчас серьезно она сказала что ей все равно кто я нет дилан она не это имела ввиду она имела ввиду то что ей плевать автоматон ты или человек для нее ты главное как личность да уж твоя автоматонская гайка видимо до этого не додумалась да нет наоборот брай была такой понимающий принимающий и равнодушный к тому что я не человек но это же мне нужно страсть чтобы она проникла с теми идеями которые я хочу через нее внести я же блин не понимаю теперь почему она так хотела со мной познакомиться я понял дилан же познакомился с брай потому что ему нужен популярный блогер ему нужен популярный человек который донесет его идею в массы то есть ты правда хочешь ее тупо использовать я вообще изначально подумал что она знает что я автоматон и хочет обсудить со мной это но типа вне хаоса чтобы этим не подслушивал она так искренне и так спокойно сказала что ее не парит кто я думаешь думаешь она притворялась да не я не думаю что она притворял блин подожди дилан ты просто немножко не понимаешь думаешь она шпионит за тобой для тима а все это было для отвода глаз да возможно дело в том что ты никогда не общался с людьми за пределами острова и знаешь они просто оказались более спокойными чем ты ожидал да скорее всего вот это ты просто никогда не общался с людьми а возможно ведь ты прав убедись Ричарда в том, что я живой, было так сложно. Ты ему только это не говори, а? Ой, блин, я думал, что с остальными будет так же. Это была ошибкой, да? Блин, только погоди, а что для меня все это значит-то? Мне вообще-то понравилось общаться с Брай. Она, типа, ну, прикольная. Увидела в парке уличных музыкантов и сразу побежала к ним танцевать. Хе-хе-хе. В итоге те ребята заработали свою месячную выручку за день. Так много привлекла Брай внимание среди прохожих. Она так растворилась в музыке. Даже не заметила, что вокруг нее толпа. Осталось только понять, почему она мне постоянно пишет. Чем я ее так заинтересовал-то? Хм. Чувство это, Дилан, это называется... Эй, что это тут у нас... Здрасте. Да-да, привет. Э-э, привет, парень. Хм. Привет. И давно ты здесь стоишь? Ой, да не волнуйтесь. Я только вышла из дома, я не подслушивала. Вообще, я вот. Лолошку искала. А ты... А ты, кстати... Ты, получается, Дилан, правильно понимаю? Мм. Ну да. Приятно познакомиться. Э-э... Ух ты. Э-э... Да, это взаимно. Наслышано о тебе. Слушай, если ты хотел увидеть Брай, то она у себя. Но мистер Рерден, наш арендодатель, не очень любит гостей. Поэтому... Ты не задерживайся. Я просто не хочу проблем для Брай. Да-да-да, всё в порядке. Я знаю об этом. Лолошка мне уже рассказывал. Эм... Рассказывал, да. Мы с ней договорились, что посидим здесь и просто поболтаем. Так что, да, это ненадолго. Ммм... Это из-за этого она резко повеселела, да? Хе-хе-хе-хе. Начала придумывать даже новую хореографию. Но, Дилан, это не решит её конфликт с Тимом. Ммм... Да-да-да, я вообще не об этом хотел с ней поговорить. Но это мы тоже обсудим. Как раз вместе решим, что делать с Тимом, раз уж я стал причиной их ссоры. А пока что... Мы отойдём, если ты не против, окей? А... Да, нет, всё-всё нормально. Я не буду вам мешать. Уже ухожу. Давайте. Пока-пока. Да, давай. Слушай, Ло, я же хотел поговорить с тобой не только о Брай. Чё я сюда шёл-то? Солус мне написал, что скоро достанет второй проводник. И что нам нужно серьёзно поговорить? Я... Сейчас. А. Блин. Брай сейчас выйдет. Так. Ну, да, давай, всё, всё, потом обсудим. Иди. Что, в смысле, куда? А, мне... Ладно. Не, ладно, ладно. На самом деле, этой фразы уже было достаточно, чтобы я заинтересовался. Солус написал, что скоро... О, Дилан, привет. Да, привет, Брай. Слушай, давай здесь присядем. Окей. Рад тебя видеть, Брай. Ой, что такое? Эй, Ло, не подслушивай, пожалуйста. А то я тебя знаю, блин. Слушай, ну чё, ты как? Меня так бесит, Тим. Хе-хе-хе. Да, он повёл себя как придурок. Но как будто ничего другого от него ждать и не стоило. Ага, ладно, всё, больше послушать не могу. Я подходить не буду, потому что я прям на миллиарды процентов уверен, что если я подойду, то у меня будет минус репутация и с Брай, и с Диланом. Я этого не хочу. Но если серьёзно, то у нас реально появляется очень важная информация. Солус написал, скоро достанет второй проводник. И что нам нужно серьёзно поговорить. Ладно, насчёт проводника-то это окей. Но что за серьёзный разговор? Вот ненавижу вот такие вот сюжетные моменты, когда надо серьёзно поговорить, и бам! Брай отвлекла. Эх, всё ещё сидят, о чём-то болтают. Ладно, пусть болтают. Короче, пока у нас есть немного времени, сходим на центральную площадь и попробуем найти торговца, который продаёт яйца. Да, те самые яйца, которые мне нужны для задания. Ой. Марло Брэнда, что? Второй проспект Харриса, 9Б, 15.30. Ага. Х-ха-хорошо. Каждое вот это новое сообщение от Марло Брэнда, это что-то интересное. Я, честно говоря, уже даже подумал то, что он на меня забил. Но нет, он наконец-то со мной хочет связаться. А я всё это время пытаюсь найти яйца. Вот уже даже в торговый центр сбегал, там нет яиц. О, кстати. Второй проспект Харриса, а нам нужно 9Б. А-а-а, так погоди, это территория Марло Брэнда. Всё-всё-всё, я понял. Мы туда не ходим. Я помню то, что мне нельзя ходить в этот бар, пока Марло Брэнда не позовёт. И буквально через дорогу 9. Такс, 9Б. Получается, надо зайти, наверное, в какой-то двор. И вот оно 9Б. Это заведение Роберт Боберт. А-а-а. Так, а если я сейчас сюда приду не в 15-30, я же могу? Ой. Марло Брэнда. Скрывается, чёрт возьми, молодец. Садись. Ладненько. Ну что, говори. Я слышал, Санчес поймал моих ребят. Да. Я видел горы трупов, это правда. Да. Не самая успешная операция. Не ожидал, что он сможет вычислить всех. Похоже, Санчес оказался умнее. И смог подстроить всё так, чтобы они пришли в один день. Как ты уже понял, вместе с тобой я внедрил ещё несколько ребяток. Подготовка велась не один месяц. И твоё появление скорее дало мне козырь. А так всё в рамках моих планов. Но всё же, как он вычислил, чёрт возьми. Я бы понял, вычислил он одного или двух. Но всех! Кто-то явно сдал меня. Я должен вычислить крысу. Ах, ты не беспокойся, тебя это точно не касается. Твоё счастье, что я тебя держал в секрете. А тебе знают только самые верные члены семьи. Но Санчес... Я не ожидал, что он так просто положит всех моих парней. Ты должен ускориться, парень. Его грязным махинациям пора положить конец. И я приложу для этого все свои силы. Но ты... Запомни, сейчас самая ключевая фигура на доске. Исход всей операции зависит только от тебя. Санчес наверняка всё ещё подозревает тебя. Поэтому тебе придётся сегодня с ним... Поработать. Я рассчитываю на тебя, парень. Уверен, Санчес скоро начнёт действовать решительнее. Ах, чёрт возьми. В общем, ни в коем случае не упусти момент. Ла-ладно. Подожди, реально? Вся операция теперь на мне? Только из-за того, что полегли все твои парни? Окей, окей. Зато мы поняли, что Санчес оказывается не такой дубина. А я даже и не думал об этом. А как он узнал то, что все эти мафиози... Это люди Марло Бренда? Так, получается, сейчас мы понимаем. У Марло Бренда проблемы. Следовательно, мне нужно всё в одиночку делать, да? Что там, как задание это звучит? Внедрение в мафиозную группировку. Автор Марло Бренда. Марло сильно торопит меня с расследованием после того случая в баре Диего. Нужно сегодня обязательно сходить в бар. Ах, и зачем я только ввязался в это? Ах, да, точно. У меня же не было выбора. Так, а ещё мне написала Клео. О, кстати, это первое её сообщение. Привет. Эй, Ло, блин, я же совсем забыла рассказать, зачем тебе искала на крыльце. Ах, из-за Дилана всё из головы вылетело. У нас же скоро Новый Год. Я хотела предупредить, что мы обычно играем в Тайного Санту. Ты ещё ничего не покупал из подарков? Что, а? У меня денег нет. Пока что нет. Тайный Санта? Мы что, в детском саду? Слушай, Клео, мне сейчас как-то не до праздников. Не, пока не покупал. О, супер. Я беспокоилась, что опоздаю с предупреждением. Надеюсь, ты присоединишься к нашей традиции. Ричард, если что, уже согласился. Окей, ответить я поэтому ничего не могу, да? Может быть, я могу написать Ричарду? Нет. Окей, ну, видимо, я согласился. И я думаю, то, что мне сейчас не стоит упускать возможности. Мы обязательно быстро кушаем. И да, бежим к Санчесу. Итак, здравствуйте. Мистер Санчес. Мне сказали, с вами надо еще поработать, чтобы заслужить окончательное доверие. Хотя я уже примерно понимаю, что доверие мое на 100% заслужено. Да, да, да. Ты чертовски права, детка. Ха-ха-ха. Ты посмотри, кого черти принесли. Да, да, это Джон. Ты... Ха-ха-ха. Хорошо подмечена, красотка. Босс, прошу, не надо называть. Ладно, ладно, все, все. Успокойся. Джонни, подойди-ка сюда. Работка есть. Значит, смотри. Адрес я тебе скидываю. Там будет высокое здание и пожарная лестница. Далее, если я не ошибаюсь, на крыше винтовка и один патрон. Ха-ха-ха. Ах. Твоя цель носит широкую розовую шляпу. Ну, прям ходячая мишень. Будет там внизу прогуливаться часов в девять. А теперь давай, выметайся, Хадер. Да... Что я еще... Ха-ха-ха. Ай, ладно, ладно, шучу я, шучу. Ну, а задача, отчитаешься по мобиле. Как ты уже понял, я сегодня занят. Ну что, продолжим, детка? А, я понял. У вас это... Свидание, да? Подожди, что он мне сказал? Улица университетская? Но-но-но-но-но-но-но! Задание? Убить кого-то? Санчес, судя по всему, решил поиграть в снайперов. Пришло время проверить навыки дальней стрельбы. Взобраться на крышу, взять снайперку. И подстрелить из нее человека в розовой шляпе. Подожди, что? Бога ради, вы что, серьезно? Ну, блин, и вот самое главное, Марло Бренда буквально только что сказал мне, что я должен поработать на Санчеса. Ладно, я думаю, что я увижу, что это за человек в розовой шляпе. Просто понимаете, у нас есть два человека в розовой шляпе. Саймон Солус и это Марло Бренда. Ни того, ни другого, честно говоря, я не хочу ловить на снайперский прицел. Это же... Это... Это отвратительно звучит, как минимум. Но мне все равно дали метку. Давай-ка откроем карту. Улица университетская. Ой, блин, как это далеко. О, но я знаю, как до туда доехать. По-моему, мне нужна улица отделения полиции. Или как-то так. Так, Хэнфордские управления. О, управление полиции. Невероятный человек-водитель и его верный друг автобус отправляются в путь. Благодарю, водитель автобуса, благодарю. Ваш автобус тоже хорош. И в итоге мы находимся... Вот, вот, мы уже нашли пожарная лестница. И мне реально нужно подняться. Ты на Санче заработаешь, да? Вот я ведь не удивлюсь, что да. На самом деле, то, что здесь стоит вот эта девочка, я уверен, что это очень важная деталь. Напомню, это единственный мафиози, на которого работают дети. Поэтому то, что она стоит здесь прямо у пожарной лестницы, это явно какая-то деталь, на которой, опять же, я то ли могу обратить внимание, то ли не могу. Так, ладно, не о девочках сейчас думаем. Мы поднимаемся по лестнице. Все дальше и дальше. Здравствуйте. Так, и что здесь? Реально винтовка! Бога ради! Снайперская винтовка! И патрон! Мне вообще можно смотреть? А! О! Капец, это так круто реализовано! Только единственное, я все еще не понимаю, что мне нужно сделать. Человек в розовой шляпе. А, где-то в окне? Блин, ну где же я увижу этого человека в розовой шляпе? Мне даже никакой подсказки, никакого намека, никакого ориентира не дали. О, вот же он! Это не Саймон Солус, это не Марло Бренда. Так, ладно, тут я выдыхаю, конечно, но чё... Подожди, мне реально нужно это сделать? Чёрт, на меня давление с двух сторон идёт. О, смотри, за столбом. О, вот-вот-вот, он остановился. И! Да! 5 тысяч опыта улучшения плюс 2 стрельба. Кто в итоге этот человек? Я хочу подойти. Подходить прям супер близко я точно не буду, потому что я не кретин. Но как будто вообще всем плевать. Да-да-да, это не Саймон Солус, это не... Не кто-то из наших знакомых. А зачем я это сделал? Типа... А, мне отчитаться же нужно, точно. Попал. Работа выполнена, Диего. Подстрелил я твоего в розовой шляпе. Ну, тут, по сути, чё угодно. Отвечай. Хм... Гол! Хорош! На, вот, купи себе чего-нибудь. Серьёзно? Всё? Я в шоке. Я... Я с каждым разом больше в шоке не столько... Эээ... С самих заданий, а именно с того, что эти задания даёт мне только один человек. Диего Санчес. Из-за чего я уже точно понимаю, что не имею и толики уважения к этому персонажу. Так, ладно, давай вернёмся домой. Я помню то, что Дилан хотел со мной обсудить что-то важное. Он мне так и сказал... Господи. Персик. Он сказал то, что мне нужно с ним поговорить о чём-то важном. И также он сказал то, что Саймон Солус практически, или точнее, скоро найдёт второй проводник. Эй, Дилан, ты тут? Блин, пожалуйста, скажи, что ты с Ричардом. Нет! Ричард. О, Ло. Блин, поверить не могу, что Дилан не рассказал мне про своё свидание. А я уж думал, мы друзья. Зато у меня кошка есть в отличие от него. Это было... Было... Было грубовато, да? Блин, Дилан, наверное, скучает по обилке. Я чё-то... Какой же я... Надеюсь, он это не подслушивал, короче. Давай. Надеюсь, не подслушал. Так, короче, у нас прямо сейчас есть три незакрытые темы. Хотя, какой три? Целых четыре, если учитывать ещё гипнотерапию. Первое, опять же, гипнотерапия. Второе. Второй проводник. Третье. Марло Бренда сказал, что пора действовать. И, видимо, насчёт войны я был прав. И четвёртое. Дилан, который сказал, что нам надо очень срочно поговорить. Посмотрим, что будет дальше. Что-то мне подсказывает, что явно ничего хорошего для меня. Но и одновременно с этим у меня будет очень важный выбор. На этом будем постепенно заканчивать. Не забывайте про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Это огромный буст к мотивации. Ну, а если вы здесь впервые, то вы можете ещё и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И, чёрт возьми, снайперская винтовка. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. ПО-КА.